Я хочу сказать еще одну тему. Есть у нас, мы говорим о нанесе, это часть благодарности, когда мы откроем и нанесем, заметим, в общем-то, говорится так, когда встало преступное греческое царство, и встало против народа Израиля. «Чтобы они забыли твою Тору». Твою Тору. Почему надо починить Тора Теха, твою Тору? Просто Тору, тоже было понятно. Дальше мы продолжаем там, говоря о благе Творца, что Всевышний отдал преступных. Многие объясняют, что имеется в виду эллинисты. Не греки сами, эллинисты. Людины в руки Оскей Тора Теха. Те, кто занимаются Торой, тоже подчеркивается, занимаются твоей Торой. Твоей Торой. Торой. Я позволю себе сказать несколько слов. Есть одна известная гмара. Торая. Находится на Секне Дарима, Секне Дамеция. Там обсуждается тема, почему погибла земля. Попросту говорю, что это речи нарушение первого храма, но объясняется и на втором храме. Сейчас не наша тема. Так объясняется, что она погибла, потому что это стих из Ирмияу, если я правильно помню. Аль Озваме Торози. Сказал Всевышний, что они оставили мою Тору. Мою Тору. То опять подчеркивается мою Тору. Тороти. И я бы не решился об этом говорить, может быть. Может быть, по наглости решился бы. Но есть кто-то говорит до меня. Это еще лучше. Это наш великий учитель Маараль. Маараль объясняет различную вещь. Сказано в этой гаморе дальше, что такое, что они оставили мою Тору. Они не говорили браху на Тору. Не говорили браха на Тора. В чем был такой страшный грех, что они не говорили браху на Тору. Есть несколько объяснений. И я хочу коснуться сейчас объяснения морали. Морали. Может говорить, что Тора у них была. Они Торой не занимались. Но они потеряли связь с тем, кто Тору дает. Дал и дает. Понимаете, Тору можно оторвать от ее источника. Но если у них есть факультет в университете, где изучают что-то там, то можно оторвать. Уверяясь, что студенты, когда занимаются этим, там безнеси иногда не получают. Вот говорит Маараль, что проблема была в том, что они не говорили браху на Тору. Они не ощущали благодарности тому, кто нам Тору эту дал. Как бы Тора у них была оторвана от ее источника, от ее источника. Что мы говорим в Браката Тора? Баруха Таа Ашем. Мы все очень благодарим, что дал нам Тору. То есть для нас Тора, это то, что должно связывать нас с Творцом, как сказали в книге Зоар. Когда Тора, то есть буквально Всевышний, Тора и Соль едины. Через Тору мы прилепляемся к Всевышнему. Но есть возможность, когда человек может оторвать Тора от Всевышнего. Мудрость такая, мудрость такая. И говорит, что из этого отхода, когда Тора была оторвана, то Тору дает причиной катастрофы. Что Тора не отрываема. Если Тора отрывается, она теряет всю свою силу. Хочу об этом объяснить и то, что мы говорим в Аланисиме. Аланисиме. Греки. Они очень любили мудрость. Более того, представим себе, какое уважение они оказали Торе. Они потребовали перевести на греческий язык, приобщиться. Тора. Скоро приближается 10-е Тевета. В 10-е Тевета мы говорим в слехот. О трех ударах. Один из трех ударов – то, что заставили перевести Тору на греческий. Но греки, понимаете, если бы греки хотели получить Тору, чтобы приблизиться к Творцу, то более того, указано в книге дворим, чтобы вообще было заповедано. «Тору» – ясно разъяснив. «Раши» объясняют там, это слова наших мудрецов, а не «Раши» сам по себе. На 70-е языках. Если Тора переводится, чтобы через это приблизиться к Торе, приблизиться ко всемышлему – это одно дело, но греки хотели овладеть Торой. Кстати, к счастью, я бы сказал так, не хотели взять Всевышнего и приобщить его в сон олимпийских богов. Это страшнейшая профанация. Это уже превращение Тора Всевышнего в некоторый, так сказать, отдел греческой мудрости. Это то, что означает, что они хотели, чтобы у нас Тора забылось. То, что скрепляет наш союз со Всевышним, это разрушить. Вечно надо хорошо знать. Есть много книг, как-то связанных с Торой, которых просто нельзя читать. Как они написаны людьми без богобоязненности. Даже там какие-то мысли излагают о Торе. Даже, может быть, какие-то из них даже являются верными. Такое тоже может быть. Но как-то исходит из источника не святого. Из источника, который не имел в виду прилепить наш народ к Торе Всевышнего. А наоборот, сделать за такую еще одну игру в бисер, для интеллектуального развлечения, то такая книга является тоже примером «Лашки Хам Тора Теха». От нас оторвать от Торы. Я хочу сказать одну вещь. И поэтому греки хотели нас оторвать от Торы Всевышнего. Пожалуйста, как часть греческой мудрости, пожалуйста. Можете знать Танах наизусть, как это знают многие попы. Не знаю попы в России, но протестанты знают многие. Против этого греки не возражали. Но не как Тору, которая является Торой Всевышнего. Что-то вроде противостояло. Оскей Торо Теху. Занимается, трудится над Торой, над Торой Всевышнего. Трудится, знаете, амала Тора. Трудно Торой постичь в Торе замысел Творца, мудрость Творца. Прилепиться к Творцу. Это сила, которая победила их. Победила их. Я хочу вернуться. Мы привыкли, что у нас есть в нашем народе Раван Лепштейман. Очень привыкли. Много лет привыкли. Есть у нас книги его. Много книг. И по гморе, и по письменной Торе. То есть его напечатаны во много-много уроков его. В книгах изданных Колель Понович, Богом Боговой Колеля. Я думаю, что в свое время это был точно самый сильный Колель во Святой Земле. Может, я ошибаюсь, но это был точно из самых сильных мест. Мы привыкли, что есть такого человека среди нас, великий в Торе, знающимся Тору. Вопрос, откуда, откуда это берется? Откуда берется такая? Не просто величие в Торе, плюс сила нести на себе бремя всего народа Израиля. Откуда эта вещь такая берется? Я думал об этих вещах. Я позволю себе что-то о всем рассказать. Четыре года назад я был на одном собрании, на котором присутствовал, и Рабану Лейб, с Хусы Ганалейной, и в Ибаделе, Бен Хаим Лехаим, Раб Хаим Каневский. Раб Хаим Каневский обычно не говорит перед людьми, то выступил его от имени его Шамаш, то есть один из его приближенных, он тоже сам, если я правильно помню, это Равали Ауман. Это очень известная семья Ман, праведниковый, там это будут авторы. И он сказал от имени Раб Хаим Каневского следующую вещь. Вещь известная, написанная у Агро, но не только у Агро, это знают и хасиды, это вещь, это не… В каждом поколении Всевышний спускает в этот мир душу Муша Рабейну, через который раскрывается правление этим поколением. И сказал Бхаим Каневского, Бхаим Каневский присутствовал, что в нашем поколении это Рабану Лейб. Я помню это хорошо, это было несколько лет назад. Я сегодня немножко задумывался об этом. Как этот человек может удостоиться, что через него раскрывается в этом мире Муша Рабейну? Я не могу сказать, почему через меня это не раскрывается? И у многих других тоже. Человек должен быть подходящим. Это выбор человека. Не то, что он рождается изначально, чтобы быть Муша Рабейн этого поколения. Это зависит от него. Как он работает над собой, как он строится над Торой, как он работает над восприятием собственных душевных качеств. Я думаю, что я могу указать две вещи, которые мы видели в Рабах Лейб, которые действительно связывают его с Торой Муша Рабейн. Одна, это то, что называют Тора Лейшма. В своем страшном завещании. Не знаю, видели его уже или нет. Там упоминается, что если трудно молиться перед Шалей Актибу, так что лучше пусть учат Тору его дети. Маленько говорили Тора Лейшма. Тору ради нее самой. Мало просто Тора. Есть великая сила, называется Тора Лейшма. Что такое Тора Лейшма? У нас есть очень много причин заниматься Торой. Это очень интересно, глубоко. Слава Богу, сейчас ситуация немножко исправилась. И человек, знающий Тору, он получает некоторый предсчет. И то, что он может учить Тору, что он остается в мире грядущего. Ну, много причин. По-моему, он может учиться Торой, заниматься Торой хорошо, чтобы остаться хорошей пары. Бахурин ищут хороших, хороших бахурин. Ищут. Это не так просто выстоится найти хорошего, хорошего бахура. А можно учить Тору ради того, ради того, чего Всевышний нам ее дал. Тора Лейшма. Я вчера, как сказать, проглядел немножко о биографии Романа Лейба. Ну, мы все привыкли к нему много лет. Просто был ошарашен. Сколько человек в жизни успел. Причем тем, тем лучше непрерывно учился. Я был просто потрясен. Понимаете? Ничего нового. Это не то, что сказать. Просто в какой-то момент все, куда мы привыкли, но не думали об этом. Мы привычные такие вещи. Я просто понял себя одной вещью. Есть замечательное начало шестой главы Перке-Авот, так называемая глава Киньяна Тора, Приобретение Торы. Там говорит Роми Мейер, «Аллойме Тойра Лейшма» «Тор ради Асамой» «Зохе Лейдварим Арбей» «Тот, кто учит Тор ради Асамой, удостаивается многого». Там из большой перечислено много. Часть там не приведена. Но я позволю сказать вещь, мне она очевидна, что была у Романа Рейба много Тора Рейшма. Когда человек учит Тору в состоянии лишений в трудовом лагере в Швейцарии и еще при многих ситуациях, когда никакую выгоду и никакого почета не приносит и так далее. И даже когда при всем почете человек не соблазняется этим почетом, а прожедущий Тор ради Асамой и весь этот шум вокруг него никак на него не изменяет. Никак не изменяет. Эта сила Тора Рейшма она дает человеку зойха на дворе Марбей. Он остается очень многому. Очень многому. И эта сила, то есть, это сила, знание, чтобы занимать Тору Всевышнего ради того замысла, ради которого Всевышний Тор нам это дал. И то, что хотели выиграть счет грехи, то, что и сегодня всевозможное вияние пытаются поразить у нас Тору, сделать ее как еще одним предметом в школе или в колледже и так далее. И что мы можем противопоставить? Постараться напомнить себе, что у нас с каждым из нас есть то, что мы говорим каждое утро. Нишомо, нишомо, шина тата бит того и рей. Душа, которую ты дал нам, она чиста. Эта чистая душа, которая у нас есть у каждого из нас, подобает, значит, и Тору ради Всевышнего, а не ради таких черт-другов. И тогда, с Божьей помощью, и мы можем удостоиться многого. Потому что, то, что говорится, то, что Тору решима, у нас остается много-много. Тору. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...